Здравствуйте дорогие мои друзья! Наверняка многие заметили в интернете такую новость под названием ФАС не позволил МВД купить компьютеры с Windows 7. Что такое ФАС? ФАС это не команда для собаки, это федеральная антимонопольная служба. Данную новость выслал Павел Омельяненко, за что ему очень большое спасибо. Заходим в поисковую систему и проверяем источник. Источник BBC. Все остальные сайты ссылаются именно на BBC. Ни одно государственное СМИ Российской Федерации, Республики Беларусь не сообщило вообще о данной новости. Об этом сообщает такой ресурс, как каспаров.ру. Не хочу разжигать политический срач, но наверняка вы знаете, что это за персонаж. Кроме того, что это довольно успешный шахматист, последние годы своей жизни он шкварится в политическое хренове. Ну а дальше там всяческая желтуха, которую наверное вы даже никогда не слышали. Например, вот этот сайт, вот этот сайт. То есть, а ну, про этот сайт вы знаете. Ну и давайте перейдем на источник BBC. Короче, главное не упадите со стула. 2018 год, Российская Федерация. В 2016 году вообще в таких структурах, как полиция, запрещено закупать Microsoft Office, Microsoft Windows с 1 января 2016. Есть постановление номер 1236. И тут, смотрите, 2018 год и резко в 2018 году МВД Российской Федерации решила купить 30 тысяч компьютеров с операционной системой Microsoft Windows 7. Windows 7 в 2018 году. Дорогие мои друзья, за кого нас держит BBC? За дебилов? Windows 7 в 2018 году, Карла. Естественно, вот эта служба, ФАС, Федеральная антимонопольная служба, находит у них нарушение на 1 миллиард рублей. И они им говорят, что мы не нашли причины, чтобы использовать операционные системы местные. Ну, естественно, какие у нас есть операционные системы? Это, ну, буквально там 10-15 дистрибутивов Linux, собранных на территории Российской Федерации. Итак, МВД решило озвучить, почему они решили не устанавливать отечественные операционные системы, на которые потрачено огромное количество денег. Итак, они проверили документацию примерно 40 операционных систем. Где 40 операционных систем? Какие 40 дистрибутивов Linux есть в Российской Федерации? Зайдите, блядь, в Википедию и посмотрите, где эти 40 дистрибутивов? На кого это, блядь, рассчитано? Короче, у них было три требования. Во-первых, система должна сочетаться со средствами защиты информации, антивирусами и криптопровайдерами. Какими, блядь, антивирусами должен сочетаться дистрибутив Linux? То есть, если я правильно понял, вы купили антивирусы для Windows и вы хотите, чтобы они работали под GNU Linux, так большая часть антивирусов есть под GNU Linux. О чем вообще речь? Во-вторых, она должна быть совместима с другими программами, которые пользуются сотрудники МВД. Указ 1 января 2016 года. Потрачено огромное количество денег на такое программное обеспечение. Я уверен, что оно должно быть. Ведь подобный опыт был уже на территории Германии. Да, эксперимент прошел успешно. Да, лоббисты, конечно, все это дело завалили и их заставили купить Windows. Но есть опыт, есть программное обеспечение. Ну и, конечно, написано в том числе Microsoft Office. Почему вы, блядь, за столько лет не перешли под Open Document? Какие вообще с этим могут быть проблемы? Ну и третья причина, что полицейские так и не научились работать с таким программным обеспечением. Следующий пункт, который реально показывает, что это какой-то бред и какой-то стеб. На эту закупку обратила внимание общественная организация Stop Cartel. Так, не зарегистрирована в Минюсте. И подала жалобу, которая опубликована на сайте госзакупок. По мнению представителя Stop Cartel, МВД могла бы подойти операционная система Ось. Кто поняла, что такое Ось? Поняли, что они стебаются, не издеваются. Разработанная входящим в Ростех национальным центром информатизации. Что такое Ось? Ось это дистрибутив Linux, основанный на Red Hat. Он не прошел сертификацию, так как в принципе просто перепаковка Red Hat. В сертификацию прошла Astra, прошла RASA, прошла база Alt и еще там парочку дистрибутивов. Но их явно не 40 штук. Для чего здесь упоминается Ось? Для того, чтобы те люди, которые будут читать вот эту ересь, которая здесь написана от начала до конца, нашли в интернете, что такое Ось и начали усыкаться от смеха. То есть это провокационный просто степотый издевательство, бред и ересь. В качестве источника используются вообще ссылки на другие статьи, которые касаются каких-то легких упоминаний по поводу закупок компьютеров и денежной волокиты. Больше никакой информации нет. Естественно, BBC является источником данного вброса, других источников нет. Спасибо, BBC, что посмешили нас. Ждем в 2019 году историю охуительную о том, как, к примеру, МВД Беларуси закупала компьютеры с Windows XP или с 98-й виндой. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»